Собаки нас встретили громким лаем, хотя, пожалуй, здесь так встречают практически каждого человека, а сейчас тем более. Людей за время пандемии в приюте убавилось в разы. Раньше в ежедневном режиме собак выгуливали волонтеры, теперь животные сутками на привязи. Гулять с ними некому. Добровольцам вход воспрещен, и потому печаль в глазах почти каждого пса. Сейчас не одного человека в день, а раньше человек 10 в будний день, а человек 100 в выходной день. Люди постоянно ходили, ходили собаку, ляли, помогали. Как видите, территория не убрана, потому что дежурные не успевают. Физически невозможно вывести одному человека, прибрать территорию после зимы. К слову, дежурят здесь сейчас по 5 человек в день. Четверо присматривают за собаками, а здесь их порядка 600. Кормят и моют посуду. Один следит за котой комнатой. Ольга лечит кошечек. Для нее ничего не поменялось. Ставит уколы, закапывает глаза четвероногим ежедневно. А еще кормит. Еды пока хватает, но долги за нее копятся. Долги у нас регулярно. То есть, в принципе, они не зависят от самоизоляции. Но все-таки, когда у людей, в принципе, финансов в городе хватало, то есть было побольше, не было такой проблемы с работой, то и жертвовали побольше. То есть, эти долги мы гасили гораздо быстрее. Насколько вам по времени вы сможете в такой ситуации еще существовать без волонтеров и без большого количества пожертвований и помощи? Я даже затрудняюсь ответить. Мы, наверное, недели две-то протерпим, а там уже взвои, наверное. Потому что даже, ладно, если крупу там, ну, говорю, все равно люди приносят, нам помогают, спонсоры, все. Ну, собаки-то, они же хотят гулять, они хотят общаться. Пожертвования сейчас в период пандемии, конечно, ощутимо снизились. Но люди продолжают помогать и привозить крупы и другую пищу. Каждому здесь говорят спасибо и надеются на помощь и впредь. А пока продолжают своими силами. Кормить, поить, убирать и ждать, когда жизнь вернется в привычное русло. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Татьяна Голубева, Николай Шелко.